...плаковского бюджета и уходить в Смоленскую область. То есть у нас, в принципе, выходит наша денежная масса из бюджета в пять раз в завышенной стоимости. То есть в пять раз нас делают практически нищими. Наш город опрекает на такую нищету, пять раз увеличив цены. Ну и, естественно, все налоги, которые будут они отчислять, это будет оставаться в Смоленске, в Смоленской области, и к нам это не поедет. Поэтому подписные листы, которые есть на имя главы поларковского района, Соловьева Александра Александровича, именно требуют о том, чтобы не допустить к нам в город иногородних перевозчиков, никаких, не только смоленских, ни чувашских, никакие нам не нужны иногородние. Нам нужно, чтобы у нас были наши компании, которые занимаются... ...поискаши, и даже больше. Второе требование, это создательное предприятие, которое может контролировать наши, опять же, наших мусорных перевозчиков, наши организации. Если мы сейчас это все отдадим в Смоленске, вы будете звонить по любой мусорке, 800 вас будут посылать в Смоленске. Да, я не имею отношения. Там не надо записываться. Я снимаю. Сейчас я спрошу волонтеров. Записываем листы, если вы согласны именно с этим требованием. И в понедельник в 10 утра мы собираемся в ВОЗа администрации, идем за приемную граждану, нас даем... Там у людей листы подписные кончились. Далее, продолжаем наш митинг именно по против повышения пенсионного возраста. Владимир Евгеньевич, областной депутат от КПРФ, ЕСПУ Владимир Евгеньевич. Слетел. Добрый вечер, уважаемые жители города Волокова. Я депутат Волоковского района, ЕСПУ Владимир, депутат Саратовской областной думы. В этих областях, тех, которые в областной думе, при принятии областной думы закона о повышении пенсионного возраста, который инициировало правительство Российской Федерации. Две недели назад впервые закон, внесенный в думу, рассматривался у нас на социальном комитете. И вся оппозиция, вся практика КПРФ единогласно голосовала против. Мы категорически, категорически, аргументированно доказывали Единой России депутатам правительства, что этот закон принимать нельзя. Единая Россия нас не услышала. Она в первом чтении сказала, нет, закон принимать надо. Жители сами хотят, чтобы пенсионный возраст был увеличен. Это им на благо. И после этого комитета, как ни страна, председатель думы Иван Кузьмин, на меня, на депутата областной думы есть, и на Бондаренко Николая, тоже депутат от КПРФ, написал письма главному полицейскому в Саратовской области, генералу полиции и прокурору области. Нас обвиняют в том, что мы якобы организовываем массовые беспорядки. С нами потом проводилась беседа, полицию вызывали, следственный комитет. Следователь по особо важным делам брал у нас показания, брал у нас объяснения, дело еще не закончено, следствие ведется. То есть те, кто выступает против закона о повышении пенсии, не угодно нынешней власти, они должны предаться анафеме. Так получается с точки зрения нашего правительства. Далее, через неделю события развивались следующим образом. Мы пришли в 10 утра в прошлую среду на Думу, ну пришли заранее за полчаса в 9.30. И что вы думаете? В зал заседания нас просто не пускали. Нас просто не пускали. Мы депутаты областной Думы. У нас сейчас будет здесь проходить заседание с острыми социальными вопросами. А нам говорят, нет, нельзя. ЧУП выстрелился живой стеной, не пропускают. Аппарат Думы выстрелился живой стеной, не пропускают. Депутатов от Единой России пропускают, нас не пропускают. Вынуждены были дойти, грубо говоря, до рукопашной. Бондаренко депутата уронили, есть видео в интернет. Он потом вынужден был обратиться к врачам. Но после того, как я выбрал полицию, полиция, нет, да нет, с третьего раза, все-таки весь этот беспорядок, беспредел, немножко взяла законное русло, нас пропустили. На заседании Думы, опять мы долго и упорно аргументированно доказывали, что не нужно принимать данный закон, нельзя повышать возраст пенсионный. Но депутаты от Единой России, как зомбированные, не хотели слышать ни аргументации, ни призывов к совести. И есть статистика, можете посмотреть, все они единогласно проголосовали за. Поэтому, вот, есть лозунг, который выдвигал Единая Россия несколько лет назад. Верьте только делам. Что вы получаете? Вот сейчас мы и видим, какие у нас дела. Есть какие дела у Единой России. Есть у нас на сегодняшний день рост цен на ГЦМ. Есть у нас на сегодняшний день рост НДС, который скажет на общем росте цен на все товары, на все тарифы. Сейчас по Саратовской области, о чем говорил Денис, идет рост цен на вывоз твердых бытовых отходов. Сейчас идет рост цен на транспорт. Нужно будет платить больше. Медицина у нас по-прежнему деградирует. Они называют это оптимизация медицины, я называю это уничтожение медицины. Если посмотреть, что творится в школах, в администрации, кругом коррупция, кругом поборы, ни к чему хорошему это не приводит. У нас как не год, так новые выборы. В сентябре мы выбираем депутатов городского собрания. Давайте еще раз услышим лузунг Единой России. Верьте только делам. Жизнь доказала, что правда за КПРФ. Я, как есть Павел Владимирович, был депутат городского собрания, депутат от КПРФ, был депутатом районного собрания от КПРФ. Ни разу не покривил душой, всегда мои голосования совпадали с мнениями простых жителей. А, еще хотел сказать, спасибо огромное, что сегодня пришли. Я смотрю, здесь много женщин и в развитии, вот опять про закон. На мой взгляд, это как нужно не любить свой народ, своих женщин, чтобы им добавить 8 лет работы. На мой взгляд, на мой взгляд, 8 лет каторжного труда. Я это называю так. Почему? Потому что, когда 55 лет человеку, найти работу в это время уже невозможно. Нормально оплаченную, хорошую. Невозможно в наших условиях искать работу, просто даже поиск работы, это будет каторга. Правильно? И когда человек уже в преклонном возрасте, ходить еще 8 лет на работу, и почему наши правители, наши правители, женщины их родили, женщины их воспитали, женщины их вскормили грудью, отдали им все лучшее, а они им 8 лет. Вопрос за что? Почему? Аргументация. Ответов нет. Поэтому, ну и в самом завершении, в понедельник, в 12 часов, я буду проводить личный прием граждан. Чапаева, 107, 205-й, 103. 205-я комната, если есть желание, необходимость, приходите, пообщаемся. Спасибо. Дальше мы предоставляем слово Саразко-областному депутату Айдару Александру Юрьевичу. Да, дорогие балаковцы, здравствуйте. Со многими с вами мы знакомы. Я, прежде чем перейти к некоторым юридическим нестыковкам этого закона, я хотел бы вот что сказать. Обратите внимание, первый удар по народу был нанесен сразу после инаугурации президента. Провел выборы, говорит, нефтяным компаниям, деньги вы на меня потратили, я вам торги дам, заберите у народа. И когда во всем мире цена бензина падала, у нас росла. На 30% и все это у вас из кармана забрали, а этим топливно-энергетическим компаниям положили. Следующий год, в день начала вот этого Саразко-футбольного, он был бы праздником. Ей-богу, я сам патриот, сам спортсмен, и с удовольствием посмотрел. Но когда вот эта подлость в день начала, когда они рассчитывали, что весь народ будет пить пиво, сидя у экранов, они тихий САП объявили, а мы вам вот пейте еще. Вы пока тут пиво попьете, а мы в начале августа примем этот закон. И ведь они так и хотели. На последнем заседании Госдумы, самом последнем в этом году перед отпуском, они планировали в двух чтениях сразу протащить его, чтобы дальше нельзя было править ничего, кроме запятой. А господин президент гарант Конституции, в которой четко записано, ни один закон не может ухудшать положение граждан, и который должен был следить за этим, отмалчивался, сидел и ждал, как народ отреагирует. А народ вместо этого в первый же месяц, только в Балакова, кто еще не успел разыграться компания, уже сотни людей вышло на митинг. В Саратове, несколько подряд уже несколько митингов, в Петровск, в Городишко, в 20 тысяч, вышло на улицу 700 человек, вышло на улицу, несмотря на все запреты. И вот тут они дрогнули. Поэтому вот сейчас, мы 28-го числа, сегодня здесь, 28-го по всей стране, проходит всероссийская акция. Президент уже сейчас, слышали? Пятками назад. А вообще ни одна из... Ну что думаете, потому что они такие добрые? Сначала они гнали, я вспоминаю, в областной думе, как только прошло первое заседание и футбол начался, как только правительство поступило, тут же мы подняли вопрос в областной думе, вышли с плакатами, поставили пикеты, прорывались наши комсомольцы через охрану, чтобы стать плакатами в областной дум с требованием не допустить этого. Тогда они все быстро и сапли, быстрее гнать через все думы областные, замазать всех депутатов. Все областные думы замазать, чтобы все выступили за это. Они рассчитывали проскочить не удалось. Поэтому теперь наша с вами задача. Как можно больше массовой подписи... Вот сейчас КПРФ подала в Центральную избирательную комиссию запрос на общий федеральный референдум по этому вопросу. Массовые акции протеста завтра будут проходить в Саратове, по всей области, в Энгельсе и так далее. Как можно больше нам с вами, каждому мужчине дали еще 5 лет, каждой женщине по 8 лет за что-то дали. Вот в классическом варианте нам дали. А вот теперь у меня вопрос к молодежи, которые, может быть, как вы говорите, не пришли на митинги, не пошли на митинг, не пошли на пенсию. Вдумайтесь, просто посчитайте. При пенсии в 11 тысяч рублей средних, умножаем на 12 месяцев, умножаем на 5 лет. У каждого из вас из кармана забрали почти по 600 тысяч у мужчины и почти по миллиону у женщины. Вдумайтесь, залезли в карман и просто не дали. Вы эти деньги, это не подарок государству. Это не подарок правительству. В советское время пенсии платились из действительности бюджета. Сейчас они платятся из пенсионного фонда. Ни копейки туда из бюджета не идет. Это все деньги собрались с вас. С ваших работодателей они не доплачивали, и здесь снова вам эти зарплаты. Вы государству всего лишь навсего дали на сохранение эти деньги. Говорите, сохраните, а когда я буду немощной, вы мне их отдайте. Государству, да, давайте, несите. Сначала они запретили повышать пенсии работающим пенсионерам, пытались даже просто отнять пенсию работающим пенсионерам. А теперь они просто в наглую говорят, вы нам давали деньги, а мы не помним, что вы нам давали. Мы говорим, как же, это же пенсионный фонд, он закрытый фонд, из него нельзя никуда. Вы же все просчитали, вы же в то время считали, сколько рублей, 30% с каждого работодателя, с каждой зарплаты, все это платилось, вы же считали. А мы, говорит, просчитались. Мы просчитались, там не хватило на выборы президента и на выборы единой России. Поэтому извольте эти денежки, теперь нам отдать. Из каждой семьи забрали по две машины, вы вдумайтесь. Просто так взяли их и отзабрали. Причем забрали, еще раз говорю, не их деньги, а наши с вами забрали. Идите, парень, иди. Я попрошу, уважаемые сотрудники полиции, пока лежит 50 метров отсюда по закону. Здесь сейчас акция. Сотрудники полиции, здесь откровение нарушения закона. Акции во время... Полиция, 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 полиция. Полиция, 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 полиция. Полиция, полиция, полиция. Вот я единственное скажу, у нас попытка провести одиночный пикет областной думы привели к тому, что заведено сразу несколько дел. На Есипово, Бондаренко сейчас попытка завести уголовные дела, чтобы выкинуть их из областной думы, попытка посадить. В данном случае, пожалуйста, ну, тем не менее, продолжим. Это первый шторм, второй уже удар, который они нанесли. Но я хотел бы обратиться к вам. Поверьте, пенсионная реформа, это не самый твердый удар. Вот сейчас мы с вами еще под... Они под прикрытием дымовой завесы пенсионной реформы, они подошли из окон о росте индустрии. Как зачем? Этому ударе, пока, кто у нас, еще не будет. Ну, кстати, смотрите, как сработала полиция и не мешает митингу, и ребят, которые пытались сорвать, заластали, отвели. Президента проголосовали, поддержали, все их проценты, Рай Бога, однако не вынесло у них. И сейчас у президента резко упал его рейтинг. Я уже не говорю о медведении Единой России, у них просто ниже плинтуса. У него начало резко падать. И он заговорил о том, что да, надо, а в этом вот наша задача, вспомните, когда пенсионерам в конце 90-х годов, в 2005-м году закончилась эта эпопея, когда они попытались монетизацию льгот провести в наглую, просто отнять льготы в 11-20 градусный мороз, там 2 митинга было 11 градусов мороза и 20 градусов. Вышло полторы тысячи у нас здесь в Балакова. В Москве перекрыли железную дорогу, пенсионеры вышли. Тут же нашли миллиарды рублей на то, чтобы компенсировать и дали людям выбирать, льготы или деньги. Вот сейчас они прощупывают. Они, ну такого наглого не дают, ну досталось только у нас детей отнять, тогда, может быть, мы выйдем на улицу. Но когда еще раз говорю, у каждого из вас отнять, у каждой семьи по полтора миллиона рублей забрали, просто так вот, каждый пошел-то на пенсию, это мое дело. Я могу работать, если у меня хватает сил. Я могу работать, ну деньги, которые я вам дал, вы мне их верните, отдайте. Это просто абсолютная подлость, которой нет ни в одном мире. Второе. Теперь юридические нюансы этого всего. Во всех странах мира, и это впервые было именно в Советском Союзе, если в какой-то профессии человек не может работать до определенного возраста, пенсию именно с этого возраста и ставили. Летчик, например, не может он летать после 45 лет, значит, пенсия после 45 лет. Офицер военный не может бегать с автоматом и защищать людей старше 40 лет, значит, пенсию у него может быть ограничена 40 годами. Вот скажите мне, пожалуйста, как дельнобойщик будет тащить колесо весом 80 килограмм, если ему 65 лет? Вы хотите, вы доверите своих детей в Невский лагерь везти водитель автобуса, которому 65 лет и неизвестно, что у него с сердцем неизвестно? И мне хотелось бы, я думаю, сейчас во всем интернете ходит такой мем. Владимир Владимирович, а вы готовы, чтобы к вам пришла медсестра 80, у него 65 лет и 73 года, и делала внутривенный укол вам? Я думаю, что он к этому не готов. А вы на столб электрика заставили лезть 65 лет и вкручивать лампочки и фазы. Он готов. Так вот, если вы вводите в пенсию 65, вы просчитайте, электрик не может лезть и по всем мировым законам пенсия должна быть ограничена. Они что говорят? Нет. Он перед, пусть он не лазит на столб, он идет работать дворником. Это классический запрет на профессию. Человек всю жизнь учился, работал, и нельзя его в 65 лет говорить, меняй свою работу, бросай то, что ты умеешь и иди, подлетай улицу. Нельзя человек-сестре, который 65 лет, говорить, теперь ты больше не медсестра, ты теперь санитарка, иди выноси утку. Или ты хирург, который ты всю жизнь проработал, теперь извини, ты не можешь за руки дрожать, и режь под свой страх и риск, и под страх и риск того, кто ложится тебе под нож. Или иди дворником, хирург, иди. И нам плевать на то, что ты отдал свою жизнь, и ты спас 50 тысяч и кучу и голод. Это госфедерально. А пенсия порядка 25 тысяч. Естественно, он только за то, чтобы у него пенсия была как можно позже. Почему? Потому что по закону на госслужбе после пенсии оставаться нельзя, тебя все равно выпекут. Поэтому все чиновники обоими руками за то, чтобы пенсии была как можно дольше, посидеть, протирать штаны и попринимать такие законы. Почему бы им не сделать? А вот попробуй-ка ты порулить по 12 часов на большегрузе или по стулу станка, и у тебя зрение никакое, а ты точишь деталь на станке, и неизвестно, куда у тебя рукав затащим. Вот это они не понимают. Но самое-то главное, я всегда говорю, у нас с вами классовое правительство. И работает она в классовых интересах. И поэтому все, что с вас соберется, они приняли другой закон параллельно. Об этом они умалчивали. О том, что, один чуть раньше, о том, что теперь олигархи, которые попали под санкции, им будут платить из государственного бюджета, не пенсионеров, которые отдали и подроили все это, а олигархам, у которых за границей потеряны их капиталы. Они их вывозили, заработанные вами деньги туда, а теперь их там обрезали. Они говорят, нет, нам надо восстановить эти деньги. Давайте мы соберем вот пенсионеров и положим, говорят, и этот закон прилили и протащили. Сейчас готовится и следующий закон. Вот кто вошел в Думу, я надеюсь, они его затормозят, потому что им удалось это вспомнить. Теперь с работы планировалось, можно было бы уволить за потерю доверия начальства. Не за то, что ты плохо работаешь. Они сказали, почему это президент губернаторов может за потерю давления, я уже это, давление, точно, за потерю доверия уволить. А почему это я своего работника не могу уволить, если я ему не доверяю? Это подрыв вообще всего, всей социальной системы. Поэтому в 65 лет вы уже, если примут параллельно этот закон, вы уже не найдете работу. В лучшем случае заменить гастарбайтеров. Пойдете подметать, и я пойду, мне 45 уже, и я пойду подметать. Если меня точно так же выпихнут, вот сейчас за то, что мы проголосовали после областной Думы, против нас тоже всех выпихнут, они уже не знают как. С этого тоже пойдем все подметать. А они, к сожалению, подметать не пойдут, если мы их туда с вами не направим. Подметать, валить деревья в Сибири, сшить варежки. Вот это место, куда нам необходимо направить. И это правительство. И всех депутатов, которые принимают эти законы. Вот у вас здесь два областных депутата, которые проголосовали за пенсионную реформу. Это Болякина и Чепрасов. Вот это два областных депутата, которые присутствовали и проголосовали за это. Поэтому одно из требований у нас, которые мы включаем по всей области в резолюцию, это требование отставки тех депутатов областной Думы, которые поддержали. Причем мы им давали две возможности. Первый раз, когда мы хотели еще до голосования поберечь их, чтобы они не шли в противорез, в противорез государеву ООПу и так далее, давайте мы примем хотя бы обращение от областной Думы. Не голосовать. И там-то даже отказались обратиться. Но я опасаюсь, что они очень серьезно просчитались. И сейчас уже экономисты говорят, представьте, вот в 45 лет, в 60 лет, в 50 лет люди остались без работы. Рабочих мест больше не появилось. Людей стало гораздо больше рабочих в результате. А рабочих мест больше не появилось. Куда люди пойдут? Пойдут на... Просить пособие по безработице. И это пособие они вынуждены будут сделать не меньше прожиточного минимума, потому что люди просто не выживут. И они потеряют в результате денег. Больше даже по подсчетам, чем они рассчитывают. Только на то, что большинство из наших бабушек, дедушек, матерей, отцов, просто не пойдут это делать. Потому что с той бюрократической огромной системой, которая есть, пока свяжешься, пока дойдешь, вот как сейчас с капитальным ремонтом было. Кстати, сейчас вот еще один подарок областная дума готовит по капитальному ремонту. Все дома старше 70, это 60 какого-то года, я не знаю, они пытаются протащить разные годы, будут выкинуты из программы капитального ремонта. Мы говорим, хорошо, выкинуты, а дальше что? Давайте включать в программу послов суветов Алина. Вот, пожалуйста, у нас две. Сколько? Миллиарды, триллион, несколько триллионов они выкинуты, для того, чтобы сносить пятиэтажки. У вас тут пятиэтажки нет? Не могу, а что, опять не будет, не выяснилось. Давайте мы включать в программу... Сейчас пойду узнаю, что там за ребята. У меня жена ходила с сотрудниками полиции. Сейчас мы спросим. Натя, а что у нас с провокаторами-то сделают? С провокаторами что сделали? Провокаторов отвезли в полицию. Оформили. Уже? Это были коммунисты России. В смысле? Они присалили в коммунисты России, в них были кепки коммунисты. А, да? В России, да, вот сейчас просто пишем. Интересно. Вот. Видите, как сотрудники у нас полиции сработали. Да нет, они ничего прям вообще не... Да, спокойно просто пройдемте все. Нет, это понятно, то, что мало того, что не сорвали санкционированный митинг, увели... У них какие-то личные, мне кажется, обиды друг на друга, потому что, в принципе, это плохотать не те же были против... Ну, ты знаешь, личный не личный. Когда мальчик, там, я не знаю, лет 20, он там лез на деда, которому там 60 лет, и там, пойдем, выйдем, орал, ну это что за бред вообще? Можете, который лет 60, боксер по боксу. Ну, нет, я не спорю, что этот дедушка ему сейчас... Да, боксер по боксу там какой-то. Навалял бы этому молодому парню, было бы еще смешно. Но это вообще просто. Ладно, что, заканчиваем все трансляцию. Видно, что людей собралось очень много. Будем надеяться, что это какой-то эффект будет иметь. Затеряем, которые живут, капиталисты, частные собственники.